По информации, которая прозвучала в Совете Федерации, все больше в Республике становится школьников. Безусловно, тренд положительный. А справляется ли с этим система образования? Как обстоят дела с заполняемостью школ? Хватает ли образовательных учреждений? Мы действительно рады, что у нас количество школьников растет, количество детей растет, которые хотят пойти в школы. Это и первоклассники, и старшие классы. Прирост, как правило, идет в административном центре столицы Чуварской Республики, города Чебоксары. И именно в столице Чуварской Республики есть большая потребность в строительстве новых школах. Это, как правило, в новых микрорайонах, застраивающих микрорайонах, поскольку наша задача законодателей, исполнительные власти в регионы, как и законодательные власти, чтобы микрорайон устроились не только жилые дома, но и инфраструктура, больницы, детские сады и школы. Есть такая потребность. Вот буквально вчера мы на комитете по образованию науки под представителем Лилии Салаватовны рассмотрели представителя Чуварской Республики. Мы заявились поучаствовать в этом комитете и просим, чтобы тоже нашло отражение в постановлении, которое, мы надеемся, что примет Совет Федерации, отразить строительство двух новых школ. Именно в столице города Чебоксары. На 1400 мест это микрорайон Новый город. И в юго-западном районе города Чебоксары, микрорайоне Акварель, на столице 825 мест средней общей жительной школы. Есть такая потребность. Это, во-первых, сократит количество школ, которые учатся во вторую смену. Ну и доступность будет образовательного процесса для наших жителей, молодых жителей, прежде всего. Это наша задача, основная задача, на мой взгляд. А это предложение поддержали ваши коллеги на комитете? Мы признательны, да, коллегам. Я сам присутствовал на этом комитете. Они поддержали. И я думаю, сенаторы тоже на пленарном состоянии поддержат это в проекте постановления. Как мы слышали сейчас в интересном рассказе от нашего специального корреспондента, Чуваша – это сельскохозяйственная республика. И интересно, что в 80-е годы она была лидером по выращиванию хмеля. Как сейчас обстоит ситуация с его выращиванием в республике, да и вообще, в принципе, в России? Действительно, это так. Это хмелеводство, это, можно сказать, родина, Чувашская республика по хмелеводству. И мы горды этим были, да. Ну, были тяжелые времена, наверное, 90-е годы, конец 80-х годов. Эту культуру по выращиванию хмелеводства, по сохранению саженцев, семенного фонда, по уборочной технике, касающей хмелеводства, ну, пришло немножко в утрату, да. Наша задача – возродить, и у нас есть этот потенциал в республике, и сегодня мы тоже на Комитете по аграрно-продовольственной политике об этом говорили, просили наших сенаторов, коллег отразить это тоже в своем решении комитета и в дальнейшем в постановлении Совета Федерации. Для статистики. Общее потребление хмеля для наших пивоваренных компаний необходимо 8 тысяч тонн. 8 тысяч, да. Мы сейчас проводим 200 тонн. Вот вся страна производит 200 тонн. А из 200 тонн в Чувашской республике производят 180 тонн. Ну, смотрите, понимание, какая разница есть, да. То есть у нас есть потенциал, у нас есть аграрный университет, где мы готовим кадры по хмелеводству, есть научно-исследовательский институт под видом Министерства науки, где мы там, есть семенной фонд, есть саженцы, мы тоже эту культуру, и с каждым годом мы наращиваем пашни под хмелеводство, да. И, конечно же, мы хотим масштабировать этот проект на всю страну. То есть мы не хотим, чтобы только Чувашская республика сажала хмель, но и другие регионы занималась хмелеводством Марийская республика, Брянская область мы знаем, Алтайские, Республика Алтай. Было возрождение этого хмелеводства, и мы даем толчок для палаты регионов, чтобы это хмелеводство возродить в масштабах всей страны. И просим Министерство сельскохозяйства Российской Федерации совместно с Министерством промышленности, поскольку здесь нужна хмелеуборочная техника, нужна инфраструктура, нужны оборудования для переработки, для гранулирования хмеля. То есть нужно совместное решение принять в масштабах страны. Но мы являемся генератором этой идеи и просим возродить, и сделать подпрограмму по линии Министерства сельскохозяйства. Была бурная дискуссия, сенаторы тоже поддержали эту нашу инициативу, включили в свое решение комитета, сейчас его немножко будут дорабатывать, и надеюсь, мы тоже отразим, я думаю, в итоговом постановлении уже Совета Федерации. Думаю, важная составляющая, поскольку мы заместим импортные поставки, понимаете, открыто можно сказать, из недружественных стран. То есть получается, мы им помогаем, мы у них покупаем это сырье для изготовления пива. А для восстановления отрасли, вот на первоначальном этапе, прежде всего, финансовая нужна работа проведена, должна быть и поддержкой или законодательная? На мой взгляд, законодательно все урегулировано. То есть я не вижу таких глобальных проблем, все это в текущем моменте, можно все отрегулировать. Ну, невидимо таких проблем. Важна финансовая составляющая. И суммы-то, на самом деле, небольшие нужны. Мы не говорим, что мы сразу все полностью можем заместить, но этим надо заниматься, нажимать под программу в рамках по линии Министерства сельского хозяйства и потихоньку наращивать нам дополнительное выращивание хмели и объемы хмели, которые мы можем поставлять на свой внутренний рынок, тем самым замещать зарубежный хмель, зарубежный хмель и продукты, ингредиенты, гранулы. То есть здесь же мы об этом говорим, и разве мы это не сделаем, надо осторожно тоже подходить. Мы не говорим, что вся Чувашская республика закроет все поставки от зарубежных стран, и только мы будем поставлять. Нет, мы этого не хотим. Надо делать последовательно. Это наше зеленое золото, скажем так, да, и мы тоже традиционно из года в год сейчас проводим фестиваль пива, называется «Зеленое золото», который мы проводим в августе этого года, тоже, пользуясь случаем, приглашаем, следите там тоже за анонсами. То есть мы тоже как бы позиционируем данные хмелевоста и считаем, что это не то, что родина хмелевоста, но у нас было активно это развито, да, и вот мы тоже просим, чтобы нас коллеги в этом плане поддержали. На заседании коснулись и темы мусора в республике. Насколько остро стоит проблема с его вывозами и утилизацией? Ну, это актуальная повестка, федеральная повестка. Правительство Российской Федерации активно занимается, и республика тоже в тренде. Нам важно строить мусоросортировочные комплексы не только в городе Чебоксары, в столице, но и в районах, в муниципальных округах Чувашской республики. И мы тоже подали заявку по строительству трех мусоросортировочных комплексов, которые охватывают всю Чувашскую республику. Для нас это тоже важно. И мы не просим просто нам выделить деньги, и мы за счет федеральных денег построим. Мы просим небольшую финансовую поддержку правительства Российской Федерации на условиях софинансирования. Если сравнить результат софинансирования, мы просим порядка 500 миллионов рублей на строительство трех мусоросортировочных комплексов, но при этом софинансирование с республики будет. И республиканский бюджет, и вне бюджета мы будем включать более 1 миллиарда рублей. То есть такая, я считаю, хорошая пропорция, достойная. То есть я считаю, что не только федералы должны помогать, но и регион должен тоже сам активно подключаться на условиях софинансирования. Только в таких случаях мы находим точки соприкосновения и понимания. Тоже это активно обсуждалось на комитете, и коллеги это тоже поддержали инициативу. По итогам дней Чувашии в Совете Федерации будет принято постановление. Уже очевидно, какие в него войдут пункты? Ну вообще не субъекты, это хороший уникальный случай представить регион. Поскольку мы Палата регионов, это хорошая площадка заявить о регионе, показать не только свой промышленный инвестиционный потенциал, заявить о туристическом потенциале, рассказать о своих достижениях. Я считаю, что замечательная площадка, замечательно, что у нас такая есть возможность. Вот мне, как Сенату от региона, представить свою родную Чувашскую республику, показать, есть выставочные композиции, будут дегистационные у нас мероприятия. И в целом работа в комитетах. Мы взяли обширную повестку, заявили о себе в шести комитетах, взяли разноплановые наполовления, мы сейчас по образованию говорили, аграрный сектор затронули. Но помимо этого, в комитете по социальной политике мы просим поддержать нас по строительству республиканской клинической больницы. В комитете по экономике просим поддержать нас реконструкцию федеральной трассы МСИ, которая проходит рядом с городом Чебоксаром, просим ее расширения. То есть все вопросы проработаны, они проработаны, мы не говорим, что у нас нет ни ПСД, просто желания. Мы, конечно, основательно подготовились, работа была кропотливая, команда Чувашской республики, глава республики Олега Алексеевича, профильные министры приходят и докладывают. Есть проект с меддактацией, есть положительное заключение экспертизы, есть предварительная проработка с профильными министерствами, ФАИМ и Федеральными органами исполнительной власти. Для нас это важно. Важный момент, помимо реконструкции трассы М7, все мы знаем нашу стройку века, трассу М12, которая соединит Москву с Казани, это тоже часть трассы проходит через Чувашскую республику, и при строительстве этой трассы, конечно, возникают негативные последствия, ломается, приходит негодность, наша дорожная сеть. Ходят многотоннажные самосвалы с инертным материалом, мы говорим, что эта стройка необходима, ее полностью поддерживаем, но просим ее тоже включить в проект постановления, восстановление республиканских и местных дорог, поскольку строилась федеральная трасса М12. Коллеги тоже нашли это подтверждение, тоже будет отражено в проекте постановления. Важная составляющая тоже в сфере ЖКХ, средства внутрипоселковых сетей водопроводных, это Батринский район, Шамуршинский и южная часть Комсомольского района. То есть водохранилища есть, а сетей нет. Тут необходимо тоже закончить нам этот механизм, и чтобы жители были обеспечены хорошей, качественной питьевой водой. Вот это тоже мы находим отражение в проекте постановления. Надеемся, что завтра сенаторы поддержат. Еще один момент хотелось сказать, что мы тоже акцент делаем на социальный сектор. Мы тоже рекомендуем и коллег просим поддержать построительство революционного центра. Детей инвалидов, подростков. Небольшая сумма, но тем не менее это востребовано, центр. Необходим он был в регионе. То есть тоже мы заявили, заявки согласованы с Федеральным господином власти. То есть коллеги нас тоже поддержали. Вот ряд других моментов. Итоговый документ мы увидим все в регионе, на сайте. То есть я считаю, что должно у нас все получиться совместно с Верхней Палатой, Парламентом и с командой правительства Чувашской республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова